Итак, я рада вас приветствовать на нашем семинаре под названием «Коучинг. Дань моде» или «В нем есть ток». В общем и целом, наверное, сейчас только ленивые уже не обсуждают, что такое коучинг, поэтому мне бы очень хотелось немножко разобраться с этим моментом. У нас буквально там есть 45 минут разобраться с этим вопросом. И я вас попрошу вопросы писать в чат или здесь, когда дойдет какой-то момент в конце ответа на вопросы, с радостью на них отвечу. Хорошо? Итак, давайте сначала познакомимся. Зовут меня Шульга Елена Александровна. В первую очередь рада всех приветствовать. Спасибо большое, что выбрали наш центр. Я являюсь ведущим преподавателем центра «Специалист». У меня есть три больших направления, которые курсы и тренинги я веду. Большое направление – это все, что касается менеджмента, управления людьми, психологии управления. По-другому не может быть, потому что мы управляем не роботами, а людьми, поэтому без психологии никуда. Я 22 года как руководитель. Ой, я вас немножко обманула. 23 года я уже руководитель. В сентябре вот уже как раз 23. В бизнесе я очень-очень давно, еще из тех лихих 90-х. И на самом деле многие вещи и в менеджменте, они изменяются, модифицируются. И поэтому мне очень интересно делиться этим, с учетом, что я практик, я действующий руководитель, у меня есть свой бизнес. Где-то я был в управлении оперативным, где-то уже какой-то блок не в оперативном, просто как учредитель. Но на самом деле мне в свое время очень хорошо помог коучинг и помог выровнять мне мою систему управления, потому что управлять, когда ты, например, гораздо моложе своих сотрудников – это целая проблема. То есть вот у тебя сидит там человек, который на 20 лет старше тебя, а ты его начальник. И закон, он, может быть, в глаза тебе и не скажет, хотя я попадала, когда мне в глаза говорили, что вам не кажется странным, что мы тут на разных местах. Поэтому, когда курсы про менеджмент, я на самом деле делюсь не только, естественно, менеджмент – это наука, не только научными такими вещами, но и множеством примеров из личной практики. Поэтому вы можете смело задавать вопросы. Мне не нужно, так скажем, тратить время на то, чтобы найти в книжке какой-то ответ. Смогу ответить сама. Второе направление – это все, что касается soft skills, так называемые мягкие навыки. То есть это все, что касается коммуникации. Эффективные переговоры, жесткие переговоры, ораторское мастерство, противодействие манипуляциям и так далее. Целый большой очень спектр у нас курсов, поэтому кому интересно, рекомендую развитие эмоционального интеллекта. Ну и третье направление – это андрогогика, обучение взрослых людей. Я бизнес-тренер уже очень-очень давно, училась в западной компании. Тренирить – слово некрасивое, но как есть, да, то есть это обучение именно андрогогика, это обучение взрослых людей. Тоже есть у нас сертификционные курсы, где вы можете обучиться именно на профессию, получить профессию бизнес-тренер, которая востребована, и научитесь сами писать бизнес-тренинги. Ну, это такой некий анонс, вообще все, что мы тут можем, ну, вернее, я в качестве преподавателя. Ну, а я хочу именно двинуться само в тему, да, по поводу того, что я запланировала, коучинг-тренинги или в нем есть топ. Вот, действительно, на сегодняшний момент, если посмотреть в интернет, то везде сплошные коучи, согласны? Вот, кого не возьми, вот, и этот, да, Тони Робинс, это вообще сейчас, это прям, куда любую соцсеть, везде это все обсуждается. И все наперебой действительно называют себя коучами, и уже разобраться тяжело, это вообще профессия или это какая-то мода, это вообще про что? Ну, вот, по своей сути, сразу могу сказать, что по своей сути коуч – это не тренер, потому что все смотрят в словарь, например, Даля, и там написано «коуч – это тренер». Начнем с того, что коуч – есть такая профессия, но пока не в Российской Федерации, я сейчас говорю на законодательном уровне. То есть коуч – это профессия. Сейчас Международная Федерация Коучей, как раз она разработала некую нормативную базу, которую вносят в определенный реестр профессии, да, и я ожидаю, что через, ну, по крайней мере, в течение, я думаю, двух лет мы увидим в списке профессий в Российской Федерации коуч. Тогда, я думаю, что меньше станет злоупотребления этим словом. И на сегодняшний момент ответить на этот вопрос я могу сразу сказать – да, это сейчас модно, вот реально модное слово. И поэтому, знаете, как вот в свое время в России очень сильно исказили слово «менеджер». У нас менеджер сейчас по клинингу есть, да, видимо, хозяин тряпки и ведра, и управляет этим. Я сразу Золушку вспоминаю, когда, знаете, у меня там швабра сама себе там летала, знаете, сказка такая есть. Вот, ну, видимо, тот тоже. Менеджер – это все-таки управляетница. Вот точно так же коуч – это все-таки не тренер, это активный наблюдатель, и его цель – показать человеку то, чего он не может разглядеть в себе сам. Есть еще такая поговорка, как «об коуча подумать». Вот, то есть это вытаскивание у себя же из-под сознания определенной информации. То есть на самом деле коуч является так называемым зеркалом. Он помогает человеку открыть в себе такой дополнительный резерв и задействовать его для выполнения того запроса, с которым он пришел. Вот с какими запросами, да, я там на слайде была в предыдущем. Мне на сегодняшний момент, я устала потом считать, где-то больше 1300 я насчитала коуч-сессии, я провела за свою жизнь, за 10 лет практики. Могу сказать, что практически всегда это запрос «а куда дальше?». Вот я там суперспециалист, я там умею то-то-то-то, часто это происходит где-то через лет 10 после завершения университета. То есть ты получил некую профессию, отработал и потом понял, что ты либо в ней все уже знаешь, и тебе неинтересно, и развиваться некуда. Так тем более сейчас век инноваций не просто так здесь написан, потому что технологии меняются, профессии меняются, мы можем просто упереться действительно в некую крышку, в которой, в которой, а мы не знаем куда дальше. Ну, вот как бы много. Это получается, что у взрослых людей, может быть, в 30-40 лет, может быть, старше даже, да, с учетом поднятия причемного возраста, я думаю, сейчас и старше будут люди как раз тоже заботиться. А чем я должен таким заниматься, чтобы я просто смог до 65 лет зарабатывать себе, да, то есть это такой актуальный запрос. И вот здесь возникает как раз такой момент, что как найти ответы на эти вопросы? Вот коучинг – это про это. То есть на самом деле внутри нас у всех есть такой спящий, я называю это спящий бог. Кто-то сказал, чье-то изречение не мое, что человек – это спящий бог, и нужно просто разбудить вот этого бога внутри и как-то его считать. Вот коучинг помогает как раз читать. Это некий переводчик с божественным, красиво сказано, мне нравится. Так вот, да, не просто так я Альберта Эйнштейна. У нас сегодня вебинар как-то насыщен будет изучениями Эйнштейна. Я просто его обожаю, знаете, как кратко-сестра таланта, коротко, по существу и очень сильно. И мы должны понимать, что не просто так я эту фразу начала, да, с нее, что если ты делаешь одно и то же, ждешь другого результат, это признак сумасшествия. Да, потому что если мы будем использовать те же самые коммуникации, которые раньше, люди поменялись, и это не работает. То есть, понимаете, мы эволюционировали как люди. Это мы можем с кошками общаться так же, да, что нужно кошкам, там, собачкам, которые дома у нас? Базовые потребности. То есть покормить, да, погладить, погулять, все. А люди? Мы сейчас чего только уже не хотим. У нас потребности выросли, причем мы иногда в своих потребностях даже запутываемся сами. Вот я что-то хочу вкусненького. Это знаете, как беременные женщины, ну вот, кто был в этом состоянии. Вот что-то хочу, даже не знаю чего, не всегда определишься. Вот сейчас действительно такое состояние беременного мозга у участия людей наступает, потому что я чего-то хочу от жизни, не понимаю чего. Я чего-то хочу от этой работы, не понимаю чего. Мы не привыкли, то есть у нас очень долго стоял запрет на коммуникацию снизу вверх. Ну, фактически, если ты там простой работяга, например, да, ну даже руководитель, например, мастер, там, не знаю, руководитель структурного подразделения, не так много компаний, которые приветствуют, чтобы нижестоящий взял, пошел к начальнику, к своему. Я не про то, что по столу стучать, а про то, что сказать, слушай, помоги мне, пожалуйста, я даже не могу, а куда я дальше буду развиваться в нашей компании? Вот вам это откликается? Как вам это? Можете так? Не можете? Вы сама себе задаете вопросы. Вот на самом деле, как раз из-за того, что люди поменялись, что молодежь сейчас совершенно спокойно приходит, и они могут коммуницировать, и неважно кто, то есть поколение поменялось. Мы не можем управлять, мы не можем коммуницировать так, как раньше. Покормил, погулял, вот и хорошо. У нас сейчас очень много интеллектуального труда. У нас ручной труд уходит. Даже в России, как бы не жаловались, но в России тоже уходит ручной труд. Через взаимное количество лет все автоматизируется. Ну, львиная доля, вот такого труда, который можно автоматизировать, да, будут какие-то роботы бегать. И останутся люди, те, которые могут инновать какое-то придумать. И очень важно разобраться вот со своим вот этим состоянием, можешь ты что-то дальше сделать, что-то придумать или нет. По сути, коучинг – это просто грамотная постановка вопросов человеку. То есть мне каждый раз спрашивают, что такое коучинг. Я говорю, это методика вопросов, если коротко. То есть я задаю вопросы, но это вопросы про будущее. Не про прошлое, а про будущее. И на самом деле, знаете, в чем такое метафорично, что коуч представляет собой некий такой микс журналиста, который берет интервью, и главнокомандующего, который расставляет войска по позиции. Вот представьте, журналист и главнокомандующий. Это вот про это. То есть это все очень четко, это отсмартовано, куда, какой шаг следующий, что ты там будешь делать. И поэтому вот, ну, действительно, на практике именно коуч, если вам, вы провели какой-то, вам кто-то сказал, что он коуч, вам провели какую-то коуч-сессию. Вот как определить, это действительно та профессия, это человек этой профессии или это некий самозванец? Если он вам дает советы, то есть вот здесь тебе лучше сделать вот так-то, так-то, все, это не называется коучингом. Это может называться тренером, это может быть консалтером, называется, как угодно, но это не коуч. Коуч не дает советы. Это вот вам сразу как критерий. Поэтому, когда мне спрашивают, вот некий человек, который собрал миллионный зал, или сколько там было, тысяча, да, всем известный. Не будем говорить это имя, да, и рекламировать его. Это мотивационный спикер называется. Давайте называть профессии своими именами. Ну, вот это коучингу по большей части не относится, поскольку есть советы. Но там есть коучинговый подход. Там были вопросы, которые были отданы аудитория для того, чтобы они ответили на них. И я могу сказать, что на большей части задач коуча просто провести человека по необычной для него мыслительной дорожке и самостоятельно найти ответ. Но что очень часто у нас хаотично мысли двигаются. То есть я чего-то хочу тут, там только-только раз нас отвлекли. Ну, вот кто, вот признайтесь честно, кто специально выделяет себе время, допустим, полчаса, простратегировать? Иногда бывает. Что-то надо конкретно, ты садишься, просто думаешь, как это сейчас. Каждый день. Каждый день, прям сидите с утра до... На полгода. Хотите, я вас обрадую? У меня план до 100 лет. У меня сейчас есть. Я подречу. Ну, господи, главное начать. Это же хорошо, что уже начали, да, что на полгода есть. У меня на полгода дотошный план поминутно уже есть. Ну, то есть это к вопросу о том, что когда человек, просто для него предсказуема жизнь. Я сейчас выбираю форс-мажоры, потому что когда мне начинают вспоминать мастер Маргарита, друганушка разлила масло и там вот сейчас на трамвае ты пойдешь, да, то безусловно форс-мажоры есть. Но при этом, если мы будем фокусироваться только на форс-мажоры, мы получаем только форс-мажоры. Всем известно, это уже когнитивные такие нарушения. И важный момент, что я хочу вам просто статистику, да, что отмечено, что среднегодовой рост доходов в определенной отраслевой группе в компаниях с сильной коучинговой культурой выше на 60%, чем там, где не применяют коучинговый подход. Это к вопросу об эффективности. Все компании, вот возьмите топ-20 компаний Forbes, это все компании, у которых в компетенцию руководителя стоит коучинг. Причем не обязательно очень глубоко его учить, вы знаете, там дотошно становиться профессиональным коучем, проходить сертификацию, да. Вот мы сделали такой курс, который, ну, я была курсом, не очень люблю это слово, это все-таки тренинг, потому что там 80% активности. Это коучинговые коммуникации, да, чтобы это можно было привнести просто в обычную жизнь. Вот просто со своим маленьким ребенком, или со своим ребенком-подростком, или со своей мамой, или папой, или с супругом. Да, то есть вот просто в обычную жизнь. То есть я хотела, чтобы вот, ну, знаете, немножко приоткрыли, поэтому у нас и ценовой сегмент не очень дорогой, в отличие, там, например, от других школ, что вы можете прикоснуться к этому и сами понять. Ну, вот, если кто-то захочет сертифицироваться, ну, соответственно, дальше уже пойдете, там, в специализированные школы. И вот если что-то не идет, вот мы работали, мы работали по определенной технологии, и оно перестало работать, но, наверное, наступил век чего-то другого сделать. Вот компании, которые лидируют на рынке, они сделали это другое. У нас в России тоже часть компаний, ну, например, тот же Сбербанк, у них очень большое количество людей уже обучено, я имею в виду руководителей, обученные, внутренние коучи есть. И посмотрите, как он изменился. Он реально изменился. Я не говорю сейчас за всю страну, да, это есть пилотный проект, ты, естественно, сразу на все не запустишь. Огромный пласт людей, которые вот ориентируются, и компании, которые ориентируются на вот этот стиль. По территории коучинга, ну, здесь очень все просто. Я на прошлом вебинаре показывала этот слайд, сейчас поэтому коротко, да, про прошлое и про будущее, то есть про прошлое это и про проблемы. Это консалтинг, то есть обычно определяют, у нас есть проблема такая-то, да, у нас там, например, текучка кадров на предприятии, сделайте что-нибудь. Да, обычно консалтер смотрит, какие документы, смотрит, сколько времени в среднем человек работает, да, то есть выпускные, например, интервью, какая причина там увольняется, да, то есть он анализирует и говорит, надо делать вот так-то, ну, и дает какие-то рекомендации. Когда говорят, а я не знаю, как это делать, да, вот, например, там, кадровикам говорят, надо делать так-то, я не знаю, что они делают, они идут на будущее, у них теперь есть цель и задачи, то есть которые консалтер поставили. Они идут к тренеру, а тренинг – это как раз формировка навыка. Вы приходите на тренинг с вами, например, учатся заполнять аттестацию, да, или там учатся проводить собеседование по-иному, да, то есть какие-то другие вещи. Тут понятно, а территория коучинга – это про расспрашивать и про, видите, будущее, задачи, цели и проекты. То есть это всегда, что ты хочешь, например, человек говорит, я хочу там заняться таким-то бизнесом, ну, не знаю как, не знаю, с чего начать. Или я хочу карьеры, карьерный коучинг. Я хочу карьеры, вот я работаю в такой-то компании, в такой-то позиции, я хочу карьеры. Далеко не всегда мы можем позволить себе сходить к вышестоящему руководителю и прям в лоб ему сказать, ты знаешь, я хочу карьеру, я хочу занять твое место через два года. Может быть, этот разговор будет последним в этой компании, да, все же по-разному к этому относятся. Ну и, соответственно, про проблемы, про расспрашивать, про прошлое – это психология. В обычной жизни, конечно, коллеги, я бы сразу так, давайте психологию все-таки отправим специалистам, пусть вот психологи этим и занимаются, хотя у нас есть такой в России про прошлое, про расспрашивание, про жалобы. Это где у нас на кухне обычно с друзьями, там с подружкой, да, можно посидеть душевненько поговорить, да, поэтому у нас есть тоже своя психология. Коучинг достаточно, я могу сказать, что этому легко научиться, правда. Просто нужно учиться, ничего сложного там нет. И коммуникации перестроить свои на другой лад тоже очень легко. Я могу сказать, что если говорить про развитие коучинга, то опять же тот же Мштейн сказал, воображение важнее, чем знание. Знание ограничено, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, прождая эволюцию. Вот Америка и Европа уже очень достаточно хорошо ощутили ту разницу, которую дает коучинг-подход в управлении, в руководстве людьми. Россия только начинает пробовать эти коучинг-инструменты. И мы на самом деле, как Россия, находимся в самом начале пути. Я считаю, что вам хочу поблагодарить, потому что вы заинтересовались этой темой. Это говорит о том, что, в общем-то, мы можем быстрее догнать, догнать другие страны, потому что отставание у нас достаточно серьезное, лет 20. И я могу сказать, что интернет сейчас есть, да, мы управляем, ну, например, там у меня бизнес, он весь на удаленке. То есть у меня нет людей, которые приходят в офис, и я там их вижу. Я их не вижу, их годами не вижу. И возможность задавать им вопросы иногда, знаете, просто в WhatsApp напишешь там вопрос. Лена, у меня проблемы, я там не могу то-то, то-то, не знаю, увольнять, не увольнять. И ты задаешь один вопрос, и потом раз, и тишина, а через какое-то время спасибо. Вот какой-то мыслительный процесс учет, но он принял. То есть мой вопрос позволил решить быстро, я ничего не советовала. То есть я там в перерыве был кофе-брейк, за 10 минут написала ему этот вопрос, и все, и человек решил. Понимаете, когда человек сам принимает решение, вот когда вы сами принимаете решение, вы, безусловно, у вас будет больше мотивация двигаться, чем если вам кто-то посоветовал. Всегда же есть риск, ты мне посоветовала, ага, не получается у меня так, кто виноват, но тот, кто посоветовал. И ты, соответственно, у тебя и мотива, в общем-то, двигаться дальше нет. Я могу сказать, что литература на русском языке только начинает появляться. Сертифицированных профессиональных коучей еще действительно мало, но наращивается пул. И могу сказать, что если вы все-таки выберете прийти и инвестировать в свое время, это всего 8 вечеров, я этот тренинг очень редко читаю, раз в год, чтобы вы понимали, то есть формат либо сейчас, либо через год, если у нас это очень трансформационные вещи. Во-первых, вы отработаете себя не только на полгода, но и до 80 лет. Как вас зовут? Александр. Это я гарантирую. И, ну, безусловно, придется работать. Ну, потому что просто так это не меня послушать, посидеть, а я там вот чего-то буду говорить. Знаете, мода приходит и уходит. И действительно в России коучинг – это модно, и поэтому это развивается несколько быстрее, чем на Западе даже развивалось в самом начале. Но мода имеет как раз вот эти минусы, что очень большое количество консультантов, которые пришли из разных отраслей, по сути, это консалтеры, но они стали называть себя коучами и предлагают свои услуги предприятиям. Поэтому очень важно понимать, когда вы, например, покупаете какую-то коуч-сессию, все-таки за что вы платите деньги. Ну, спросите у человека, что за школу он закончил, да, то есть какой-то сертификат у него должен быть. Сертифицированные школы есть на сайте ICF. ICF – это Международная Федерация Коучей, ну, вот, которые, в общем-то, сертифицируют все школы. И я могу сказать, что вот с точки зрения моды мышление в стиле коучинга, но не уйдет как мода. Знаете, у мода типа вот сегодня модно одно, завтра модно другое. Огромный пласт людей сейчас уже смеются, коуч-коучи видят издалека, потому что манера общения меняется. То есть это бесконфликтное общение. Вы можете решить очень многие вопросы совершенно спокойно и для себя ресурсно, и для другого человека. То есть, ну, вот я на своей практике могу сказать, что мне коуч в первую очередь коучинг помог не быть таким авторитарным руководителем, то есть сменить эту парадигму, что вот все должны ходить в строю, потому что звезд так не вырастешь. Никакая звезда не будет терпеть авторитарного руководителя. Никакая. То есть на то она и звезда. А ты попробуй, возьми, вырасти звезд под собой. То же самое касается, например, детей. Когда родитель может применять коучинговый подход к ребенку, и не в смысле заставляя, я в твое время там на пятерке учился, не знаю, еще какие-нибудь вот такие вещи. Когда ты можешь опять же задать вопросы, и ребенок, поверьте, они это очень сильно ценят, они становятся самостоятельными. Они могут принимать решения, они сами решают. И это несколько другая парадигма уже. Вы выращиваете людей, детей, которые будут самостоятельно уже там лет 16 по большей части. Вот с маленькими, конечно, совсем не делают, но уже вот где-то с 11-летнего возраста они в состоянии отвечать на некоторые вопросы. То есть элементы такие можно проводить. И единственное, я вот не просто так, опять видите, Эйнштейн у меня прям, здесь все слайды про Эйнштейна. Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется прежним. Имейте в виду, есть такое понятие, как метапрограмма у нас. Это наши стереотипы. С чем-то мы согласны, с чем-то нет. Вот коучинг очень серьезно ломает стереотипы. Это как раз из разряда развития эмоционального интеллекта. А это уже доказано, что, ну вот, Майкрософт две недели назад отменил обязательное требование к своим сотрудникам на высшее образование. Представляете? Спор. Вы знаете, я думаю, что, ну, я вот не буду спорить, считаю, что я некомпетентно спорить с такой компанией, как Майкрософт, потому что они там есть в Forbes, а меня там нет. Ну, как минимум, знаете, это первое. Они сделали аналитику, потому что на сегодняшний момент высшее образование очень часто отстает от потребностей бизнеса. И пока они отучатся от того, что они приходят там со своими дипломами, да, они устаревают. Ну, то есть эти знания устаревают, и поэтому они, это не означает, что теперь все совсем не нужно, но это не является первым требованием. То есть они смотрят на больше эмоциональный интеллект, на вот эту вот незашоренность, потому что инноватика нужна. Это IT-технологии, там нужна инноватика. Это не те роботы, которые финтифлюшки какие-то делают. Ну, смотрите, каждая компания, особенно крупные компании, могу сказать, очень многие делают собственное обучение. Поэтому они не базируются на обучении, ну, там, какого-то вуза. У них есть свой корпоративный университет, который говорит, не надо нам тратить времени, пусть он придет там 17-летний, не знаю, после школы, но он головастый. Ну, явно, да, в Майкрософт не пойдет человек, который красками рисует на видео. Это человек, которым нравится компьютер. Они hard skills, да, вот эти вот знания, они сами дают без вот этой боды. Ну, в любом университете все учились же, прекрасно знаете, про что был первый курс. Ну, вот вообще ничего, то, что ничего не нужно. Да, поэтому такой вот очень важный момент укололи меня по поводу психологии у юристов. Это их базис ведения переговоров. Поэтому юрист, не знающий психологию, это, если он не сидит только всю жизнь в договорах, запятые, крыжет. Ну, то есть, если это практик, любая, любой, любой переговорный процесс, тем более выступление на аудитории, если это в суде, то, извините, психология никуда. Это его базис. Поэтому борьба между IQ и эмоциональным интеллектом уже давно за эмоциональным интеллектом. Уже давно, это уже доказано. Поэтому сейчас основной момент, да, потому что технологии настолько быстро развиваются, у нас нет возможности иметь большое количество людей, которые просто вот зашорены, выполняют это в одну тоже раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ну, все автоматизируется, такая работа, она вся автоматизируется. Поэтому на самом деле получается, что сегодня это мода, это действительно в России модно, но завтра это становится реальностью, так же, как в любой другой стране, которые уже этот путь прошли. То есть они прошли, они приняли, приняли это, ну, соответственно, в определенную сертификацию, в стандарты, да. То есть мы просто сейчас вот на таком перепутье, что из-за того, что нет законодательных вот таких вот актов, вот у нас и непонятно, кто кого кем называет. Да, то есть здесь же градация, там, врач, он там должен то-то, то-то, то-то иметь. Точно так же, там, психолог, то-то, то-то, то-то. Да, но вот до коучинга пока еще. Наша бюрократическая машина еще не успела, так скажем, есть кто, АСФ делает, да, но у нас не так все быстро, как хотелось бы. Ну, мне вопрос. Ага. Вот для бизнеса вот чем хорош, чем помогает коучинг? То есть это работа все-таки среди, да? Вот смотрите, прям вот ваш вопрос и тут же слайд. Прямо, представляете, я чувствовала, что вы мне этот вопрос зададите. На практике в каких ситуациях использует коучинг? Смотрите, 42% от решения конкретных бизнес-задач. Поскольку сейчас львиная доля проектного менеджмента, то есть прямо уже сейчас вот много-много всякого разного, поэтому в основном это вот конкретная проблематика. Нужно внедрение там того-то, того-то. И поехали. Это командный коучинг. Команде? Команде это может быть командный коучинг. Команда сама на какой-то ответ. Да. Или, например, ну вот у меня сегодня запрос именно от команды, от крупной компании, государственной компании. Им нужна стратегическую сессию. У нас за стратегией, у нас вообще не учат стратегии людей. Вот она, стратегическая сессия. Это просто коучинг-вопрос, я вам могу сказать. Ну, то есть это навык задавать в определенной последовательности вопросы для того, чтобы компания разработала вот эту стратегическую. А на основе стратегической сессии дальше все очень просто. Стандартный набор менеджерских инструментов. Система сбалансированных показателей. Нортон и Каплан авторы. А затем на системе сбалансированных показателей выстраивается карта KPI. Все. Вот. То есть, но начало вы не сделаете KPI без стратегической сессии. Вернее, вы сделаете, но это будет профанация. Ну, то есть она не будет связана стратегия с тактикой. Куда-то бежим, какие-то KPI сделали и все. Вот точно так же и вектор в лайф-коучинге, в жизненном. Это конкретное решение бизнес-задачи. Чего-то хочу, не знаю, куда. Вот у меня есть компетенция. Эти, 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 эти. Везде могу, везде красотка. А куда? Вот что мне может принести удовольствие? Да, вот ты начинаешь перебирать. Ой, у Машеньки так не, я так не хочу. У Петеньки, не, и так не хочу. Перебрала все. Я знаю, чего я точно не хочу, но чего хочу не знаю. Вот бывает у вас такое? Бывает? Я всегда здесь анекдот вспоминаю. Выходит мужчина из вокзала и стоит и говорит, ну, первый раз в городе, я не знаю, куда поехать. Вот что посмотреть? Вот не знаю. Ой, точно вот знаю, что вот, чего не хочу. Тут раз подъезжает таксист. Говорит, ну, ты первый раз в городе. Он говорит, первый раз. Давай сейчас тебе, куда тебе надо, я тебя везде покатаю. Он говорит, да вот тут я, ну, что я не знаю, куда я хочу. Ну, садись, говорит, сейчас разберемся. Александр, вы куда хотите? Он говорит, да, вот я не знаю, я это еще не придумал. Понимаешь, вот я точно знаю, что я не хочу на другой вокзал. Я точно не хочу на речку. Я вот точно говорю, да подожди, что ты мне все не хочу? Да скажи, куда тебя везти? Он говорит, ну, вот подожди. Я вот сейчас переберу, вот куда я точно не хочу. Ты меня туда не повезешь. Он говорит, так, мужик, у тебя сколько денег? Он говорит, 10 тысяч. Он говорит, давай. Ну, забрал деньги и поехал. Едет, едет. Он говорит, а ты меня куда везешь-то? Как ты понял, куда мне надо? Он говорит, да я не знаю, куда тебе надо, ты же сам еще не можешь определиться. Зато я точно знаю, что у тебя есть 10 тысяч, и я тебя на них накатаю. Обзорная экскурсия. Поэтому вот здесь очень важный момент, когда мы не знаем, куда мы сами хотим, нас обязательно кто-нибудь накатает. Вы понимаете, про что? Работодатель, куда ему надо, туда он нас отвезет. Или там ребенок, куда ему надо, туда отвезет. То есть если мы сами не знаем, то, безусловно, мы не можем на это никак повлиять. Да. 29 процентов, почти 30. Это поддержка переходов. Это обычно, когда человек меняет, ну, например, по карьере растет, да, например, был руководителем или был исполнителем, стал руководителем. Вот представляете, насколько это тяжело, ему нужно некий портрет нарисовать, как он будет выглядеть, как руководитель. И тут только знаниями не поможешь про менеджмент, понимаете? Он должен сам начать себя осознавать. Вот видите, он вместе, допустим, мы вместе с вами учились в институте. Все вот с одной группой пришли потом в одну компанию. Все вровень, вместе в столовую ходили, да, там, вместе в метро, может быть, праздники вместе. Потом раз, как вас зовут? Наталья. Наталья, и вас сделали нашим руководителем. Вот вы представляете, насколько тяжело вам будет адаптироваться вот с нами, с друзьями, 10 лет мы вместе, да, душа в душу, а теперь вы нами рулите. И вот очень часто вот такие переходы как раз требуют коучингового подхода для того, чтобы человек нарисовал некий визуальный образ, а как он себя видит, как руководителя. Пока он не нарисует, кто он, он себя никак не отождествит. Вот, ну, просто его нет. Его не будут замечать его сотрудники. Или он закроется у себя в кабинете, будет сидеть только в письменном виде, какие-то задания раздавать, потому что хоть как-то надо что-то делать. Либо на себя взгрузит, чаще всего последние, на себя всю работу. Вот все, что вы там не доделали, мы там не доделали, да. Вот Наталья будет вечерком сидеть и это все переделывать. Вот у меня, правда, где-то процентов 30 запросов именно про это. 25% – это развитие сильных, это развитие звезд, понимаете. Надо давать какую-то добавленную стоимость тем людям, которые уже звезды. Представляете, вот я, допустим, руководитель, да, и подо мной есть человек, который гораздо уже компетентнее в своем, да, вот он какую-то работу делает, и раз он ее постоянно, регулярно повторяет, он через какое-то время станет гораздо лучше, чем я. Я же уже и перестаю делать, я уже как руководитель. И вот здесь вот называется звездной болезнью часто, да, то есть человек может зазвездить, и вот что с ним делать. И получается, большинство руководителей, боясь вот этого, вот этой звездной болезни, просто не допускают этих звезд. То есть специально их давят, специально их делают таким образом, чтобы они не стали звездами. Потому что получается, с одной стороны, вроде хорошо звезда, а с другой стороны, что с ней делать дальше непонятно. И вот здесь очень важный момент. Вы знаете, вот сколько раз мне говорят, вот пример-то вам приводила, что вопрос добавленной стоимости. Лена, не знаю, увольнять или не увольнять. Задаю вопрос, потом мне пишут спасибо. Причем я совету-то никакого не давала. Я просто дала возможность подумать. Ну вот задаешь вопрос, слушай. А, точно. Хорошо. То есть даже элементарное, ну, к примеру, делать совещание или нет на работе. Спрашиваю, что произойдет, если ты не будешь его делать? Ответ – ничего. Спасибо, значит, не буду делать. Ну, понимаете, я могла бы целую, я тренер по менеджменту, преподаватель, я знаю все правила, как готовиться и так далее. Но мне это гораздо длиннее, как консалтер. Я задала один вопрос, и человек сразу же понял, что, например, ему не надо делать. И это он сам принял это решение. И тогда ты выращиваешь этих звезд, и они звезды, но они ценят тебя, как своего руководителя, который дает им какую-то добавленную стоимость. При выращивании звезд, почему я про Forbes-компании сказала? Не просто так, у них же звезды, представьте, они хантят каких-то уже звезд матерых, да, и рулят звездами. Поэтому у них другого выхода нет. Им нужно было какую-то методику коммуникации, чтобы можно было управлять звездами, иначе бы они там вообще всю компанию разворотили. Вот здесь это важный аспект. Ну и всего 4% – это подтягивание отстающих. То есть это работа с сотрудниками, которые, ну, средний или ниже среднего результата. Обычно это маленькое количество людей. По принципу, знаете, выходного интервью, как сделать, как провести выходное интервью так, чтобы человек ушел, например, и не судился. Вот я на курсе руководителя структурного подразделения даже такой кейс прям специально разработала, даю, и даю методику, опять же, вопросную методику, как проговорить так, чтобы человек прям сказал тебе спасибо тебе большое, что ты меня уволил, у меня вон ворота там открылись, и я туда иду. Вот искренне я сейчас не утрирую, это реально есть методики. Да, итак, с вами судится. Ну, я хочу проговорить еще, на что влияет коучинг, влияет на вовлеченность персонала. Вот в свое время исследовательская группа Gallup предложила небольшой опросник. Он всего состоит из 12 вопросов, так называемый Q12 опросник, он есть в интернете. И чем больше утвердительных ответов дает на них сотрудник, тем больше уровень вовлеченности он показывает. И в общей сложности я могу сказать, что исследователи приняли участие в этом исследовании 87 тысяч подразделений различных компаний. Это огромный пласт, огромное количество людей. И более миллиона сотрудников. И в результате этих исследований вывели всего 12 вопросов, которые приводят к четкому пониманию, вовлечен человек или нет. Вот сейчас не на чем вам писать, да, коллеги, но кто у меня в записи или по вебинару, попробуйте сейчас ответить на эти вопросы. Вот из 12 вопросов сколько у вас будет нет, меня интересует. И цифры напишите мне, пожалуйста. Сколько нет? Так, коллеги, давайте активнее, чтобы я цифры видела. Вот там, где вы работаете. Так, спасибо. 7 у кого-то нет. Так. 3 нет. У вас, Наталья. 3 нет. Остальные – да. Так. У вас как? 5 нет. У вас. Ага. Ну, вот смотрите. То есть, как можно работать с этим опросником? Видите, что по большей части здесь много открытых вопросов и много про коммуникацию. Заметили, да? То есть про обратную связь. Опять же, обратную связь положительную, про динамику, про эволюцию некую на рабочем месте. И вот по большей части, получается, там, где нет, то вот с этими пунктами нужно поработать. Ну, может быть, кроме пункта 10, если у вас на работе настоящий друг. То есть это не обязательно, но если есть, то обычно вовлеченность более сильнее. Да, то есть настолько человек прямо увлечен, что он даже там уже друзей на работе приобрел. Друзья не прошли на работе, совершенно разные эмиссии. Как раз, где-то... Ну, это ваша точка зрения. Чья? На работе никогда не прошли. Друзья, дети, дети... Ну, допустим, я сейчас... Ну, да, как бы так. Вот вопрос, смотрите, важный момент, да, остальные вопросы, которые есть, посмотрите, на что нет и что, соответственно, нужно поменять. Очень часто это просто наличие обратной связи. Вот очень часто. То есть регулярно, потому что у нас в России, к сожалению, такой был, такая поговорка даже. Если тебя не поругали, значит, это похвалили. Нет. А мы можем поругать, чтобы похвалить? Почему? А если все хорошо работают, тоже надо ругать? Да. Итак, давайте смотреть, где же вообще точно не будет работать коучинг. Он точно не будет работать, если команда административная система. То есть, ну, это не про коучинг. Вот вообще. К сожалению, не во всех типах компаний может работать, да. Где нет ориентации на долгосрочные отношения с сотрудниками. Ну, нет. Цель у компании, чтобы сотрудники долго работали. Ну, вот у них цель, вот, выжил сколько есть, и хорошо, и замечательно. И я таких компаний знаю, поэтому говорить о том, что они не существуют, я вот могу доказательства привести, скажем так, да. Не буду их называть, но они есть. Когда нет стратегии развития персонала, ну, потому что нет какой-то вообще отсутствия стратегии в целом. Здесь вообще очень хорошо, если бы это было, да, тогда бы, ну, можно это исправить коучингом, да. Тут стратегию, когда делаешь стратегическую сессию, там один из блогов как раз заканчивается, все это стратегии развития персонала. То, что действительно, если не стоит задача развивать персонал, ну, вот какой есть, такой есть. Сегодня меня спрашивали на занятии по руководителю среднего звена, спрашивали, а вот мы написали должностные инструкции под людей. Я говорю, подождите, должностные инструкции пишутся не под людей, они пишутся на должность, да, на позицию, под бизнес-процесс какой-то, а не под людей. Но, говорит, понимаете, это все в идеале, а сейчас у нас уже есть люди, у которых не хватает компетенции. То есть если писать по классике, да, написать вот бизнес-процесс, под него, соответственно, пишется должностная инструкция, и, соответственно, под эту должностную инструкцию ищут человека. У нас во многих компаниях делается это наоборот. То есть сначала мы возьмем людей, а потом на тебе боже, что нам не гоже, и пытаемся его как-то посидеть и думать, а что же делать через должностную инструкцию? Потому что из, например, 10 пунктов по 5 пунктам он не тянет, у него нет на это компетенции. Вот, потому что нет третьего пункта, вот это вот про это, понимаете, поэтому говорю, как спасение может быть какого-то, я правда, я сейчас не утрирую, поверьте мне, большой опыт уже в этом. Страх, что подсидят. Если руководитель боится, что его подсидят, ну вот, понимаете, про что это, да, что вот он не будет развивать сильных людей. Ему, конечно, коучинг не нужен, ну что, это же какой риск, что вот прям все умные станут. Хотя на самом деле, если под тобой сильные люди, они тебя автоматом вытащат, потому что это твой результат. Тебя как руководитель, это ты смог таких звезд воспитать. Ну и нет цели работать эффективно, и так все хорошо. Например, компании, которые получают некий, ну, как это назвать, некий транш, например, от государства. Деньги есть и есть. Да, и все, и у нас и так все хорошо, у нас и так все замечательно. Что вы представите с каким-то коучингом, вот это вот понапридумывали здесь какие-то слова. Вот у нас есть вот разработка 1956 года, мы ее сейчас пыль с нее встряхнем, и вот будем там вот все вот это вот делать. Просто маркеры еще раз обведем, вроде что-то новое. Я, во-первых, образование математика, школа физмат закончила. Я обожаю вообще все инструменты и менеджменты, и психологии, и коучингу переводить в какой-то математический формат. Но это не я формулу придумала. Есть такой автор Бекхарт, и я просто вот хочу, чтобы вы на самом деле прониклись этой формулой, потому что при каких условиях, например, можно что-то поменять? То есть, заметьте, первое, Н, неудовлетворенность текущим состоянием. В это видение желаемого будущего состояния, основанное на ценностях. И первые конкретные шаги. Ну и, соответственно, противодействие переменам. Вот обратите внимание, что если мы все прекрасно знаем математику, если мы на ноль что-то умножаем, что будет? Ноль. То есть, если, например, у человека зона комфорта, коллеги, хоть какие-то советы раздаешь, но то есть вот тогда не работает ни консенсив, ни тренинг, потому что у человека зона комфорта. У него будет ноль. Все. Даже если у него есть видение, чего он хочет, да, там в дальнейшем. Хочу яхту, хочу там вот на лазурном берегу, хочу там то-то, то-то. И даже он знает, какие шаги нужно сделать, но почему-то не делает. Ну, потому что сейчас зона комфорта. Заметили, как много людей, детей сейчас, так называемых мажоров, просто проматывают все, что заработали родители. Что они сами, ну вот говорят, что природа отдыхает на детях, ничего подобного. На самом деле просто у них не было зоны дискомфорта. То есть у них и так хорошо, ну то есть и так все есть. И поэтому если хоть что-то, или, например, может быть у человека наоборот, он не удовлетворен текущим состоянием, он не нравится ему, да, место работы, не нравится, где он там живет, еще что-то не нравится. Но он, у него ноль на втором пункте. Он не видит, куда он хочет. То есть вот как тот человек, который таксист возил, да. То есть я чего-то хочу, но не знаю чего, точно не знаю, чего не хочу. Не хочу там склок, не хочу. Я вот девушка одна мне в карьерном коучинге говорит, я точно не хочу склок в коллективе. Я не хочу вот злого руководителя, который орет. Я вот говорю, хорошо, что ты хочешь вместо этого? Не знаю. Не знаю. Она говорит, ну вы какие-то вопросы задаете. Ну вот это вот коучинг, мои вопросы. Ну и, соответственно, может быть неудовлетворенность, может быть даже человек знает, что он хочет, но он не знает, как. Он не может сделать первый шаг. Дело в том, что у нас мозг так запрограммирован, у нас состояние стресса, потому что если неудовлетворенность, это состояние стресса однозначно, нам же что-то не нравится. Состояние стресса люди реагируют тремя вариантами. То есть кто-то в состоянии стресса делает первый шаг, бей, ну что называется, да, кто-то наоборот назад, беги, а кто-то вообще замри. И вот огромный пласт людей, которые при стрессе просто, я в домике, вот так садятся, как вот маленькие дети. Вот в том смысле слова, так вот голову внутрь засунут и сидят все на рабочих местах. Типа вдруг меня, их и не замечают, ну вот реально их не замечают, они так отсиживаются, а потом как привычку формируются. Опа, голову спрятал черепашка, и нормальненько, и он не готов делать первые шаги, он обвиняет потом систему, что его там невозможно, у него там образование не то, не знаю, еще что-нибудь не то. Ну, каждый раз что-то мешает. Поэтому если у нас только по каждому из этих пунктов будет хотя бы по единичке, вот хотя бы по единичке, то это уже будет гораздо больше, чтобы противиться вот тем изменениям, которые можно сделать. То есть если вы хотите, опять же, возвращаясь к первому слайду, если вы хотите что-то другое, но делаете то же самое, то ничего не получится. То есть нам нужно что-то у себя поменять. То есть либо как минимум, например, я понимаю, что раз пришли, значит, есть некая неудовлетворенность, просто так бы не пришли. То есть я понимаю, что на N я могу поставить некую цифру, могу предположить. У каждого она своя, у кого-то там по десятибальной шкале единичка, у кого-то, может, уже десятка даже. А вот по поводу второго и третьего пункта, я не знаю. С каждым из вас нужно либо разговаривать, либо проводить коуч-сессию, либо прийти просто к нам на курс и все эти вопросы там решить. Как вам формула? Принцип понятен? Чисто математический? Ну и тоже, но это уже не Альберт Эйнштейн, вот, к сожалению, не помню автора, сказал, что ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто ее создал. То есть вот я даю несколько инструментов в курсе про коучинг, когда мы прям учимся давать себе же обратную связь, не про проблему, а про решение, и несколько выше. Потому что каждый раз любую проблему, если классифицировать как некий урок, ну, мы же чему-то научились, то есть когда у нас что-то не получается, мы же учимся. Вот как маленькие дети, они же учатся, они вот, что, сразу получается у них ходить быстро, так они сколько шишек набивают, прежде чем они начинают ходить. Да, они познают мир через это. Мы, взрослые, просто иногда забываем о том, что мы не познали мир, мы не знаем всего. То есть это такая утопия, когда ты говоришь, я все знаю. Невозможно просто все знать, да. Чем больше я узнаю, тем больше я понимаю, что я ничего не знаю. Да, Платон, вот такие изречения, они действительно помогают. И там 100, 200, 300, может быть, 500 лет назад это было придумано, продумано там нашими и не нашими философами. Я вот хочу вам дать одно упражнение в конце. Обычно, когда есть проблема, то мы даем советы. Ты можешь поступить в этой ситуации так-то, так-то, да. Знаешь, единственным правильным решением здесь тебе будет сделать то-то, то-то. Я думаю, что тебе нужно там сделать так-то, так-то. Ты знаешь, у меня тоже такая была проблема, надо сделать так-то, так-то. Вот как вам, когда вам дают советы? И каждый говорит о своей, да, о своих стереотипах. Вы знаете, когда я давала советы или там даю кому-то, мне очень часто в ответ, знаете, что я говорю? Лен, ну что ты себя сравниваешь? Ну ты же у нас вончу, а мы вончу. Вот прямо реально я вам сейчас дословно. Что такое вончу, я не знаю. Ну набор слов каких-то. То есть, понимаете, даже не могут объяснить, они уже не объясняют. Ну ты вот можешь это, а я вот не могу. Кто-то верит в судьбу, что это предначертано, ничего не делать, например, и все не получится. А пробовал, дай-ка не пробовал. Но самое простое – посидеть, поговорить на кухне об этом. Ничего не будет. Если говорить про коучинг, ну вот вам вопросы, да, какие они могут быть. Просто немножко приоткрою вам дверь. Какие результаты ты хочешь получить вместо этой проблемы? Вот у тебя человек приходит, говорит, мне не нравится взаимоотношение со своим супругом или супругой. И говорит, тебе надо хобби найти, тебе надо вот это найти, да, тебе надо там похудеть, накраситься и найти любовника. Не знаю, что-то каких только советов там не делают, да. А если задать вопрос, хорошо, а что ты хочешь, вот как ты хочешь, да, какие результаты ты хочешь вместо того, что ты сейчас умеешь. И человек, оказывается, так все просто, знаете, после первого даже вопроса иногда говорит, знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы вечером, и вот это видение, я хочу, чтобы вечером мы пришли вместе, покушали, вместе приготовили еду, да, вместе потом, например, кто-то там убирает со стола, кто-то там готовит, например, на завтрак, да, там завтраки собирает. Да, то есть, оказывается, все просто, я говорю, хорошо, и какой самый первый шаг тебе нужно сделать для того, чтобы это было, говорит, так сказать мужу. Вот у меня вот недавно сессия была, короткая-короткая, мужу сказать. Потом звонит мне, говорит, спасибо. Я говорю, что случилось? Говорит, муж-то вообще не против. Он говорит, ну ты же не говорила, а я же не экстрасенс, я как могу догадаться, что ты хочешь? Не вопрос. И он готов был вместе готовить что-то там, он говорит, я ему дала, он картошку чистил, он говорит, да, он, оказывается. Вот что, оказывается, мы просто не умеем разговаривать. Когда спрашиваешь, почему они важны для тебя, вот эти результаты, как ты усиливаешь тогда человека, и он четко понимает, почему ему это важно, да, и как ты можешь приступить к достижению того, что тебе нужно, какие шаги, что тебя будет поддерживать на этом пути, потому что иногда, чтобы что-то переделать, нужно очень долгий путь. Например, там, путь к определенному телосложению, да, это же не одним днем, мы же не можем, пойду сейчас в спортзал, да, и вот резко там раз, были валики, были валики на животе, стали кубики. Ну, такого же не бывает, и что-то тебя по дороге должно поддерживать, чтобы эти кубики у тебя были. Ну, и как ты можешь достичь желаемых результатов? Еще, потому что иногда люди упираются только в одну дверь, а их дверей-то очень много, и ты можешь сам выбрать тот путь, который тебе подходит, может быть, самый легкий даже. И жизнь – это как вождение велосипеда, чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться. И если ты будешь стоять, велосипед упадет. Пробовали когда-нибудь, попробовать устоять на этом велосипеде? Не устоишь, да, надо чем… И причем на резких поворотах порой нужно, да, так прям чуть сначала приостановиться, а потом в поворот-то въезжать нужно, ну, и кто водитель, прекрасно знает, на переднеприводных автомобилях важно газу поддать, особенно если там гололед, иначе тебе просто зависит. И поэтому в кризис надо двигаться. И если вы попали в этот кризис, вот в кризис непонимания, куда дальше двигаться, или непонимание, что делать со своим персоналом, непонимание, что делать в своей семье – это некий кризис. Ребят, надо двигаться. Поэтому я, в общем и целом, хочу вас пригласить на тренинг «Коучинг-былоподход в коммуникациях» старт уже 27 сентября. Это будет всего 8 вечеров. Это недолго, но там 80% практики. С точки зрения окупаемости могу сказать, что это там эквивалент двух сессий. А вы там отрабатывать будете очень много. Это штук 10 сессий на практике. И отработать все свои проблемы, решить их. Поэтому это как минимум даже выгодно по цене. Это я вам как действующий кулочек говорю. Итак, какие у вас есть вопросы? Так, про пункт 9 спрашиваю, как мы можем повлиять. Никак. Я обозначила, что 9 пункт про друзей. Да, друзья у нас там 9 пункт. Никак. 10. Так, если 9, сейчас я ссорит. Я посмотрю тогда. Вы пока формируете свои вопросы. Что? Так, 9. Считают ли ваши коллеги своим долгом качественное выполнение работы? Но поскольку если мы рассматриваем все-таки, что Q12 потом рассматривает руководство, то они должны, соответственно, либо вводить такой инструмент, как патернализм. То есть это такое единение команды, да, как единая семья, для того, чтобы каждый считал своим долгом, как в едином порыве выполнять те задачи, которые поставлены. Ну что, есть еще вопросы? Да. В чем лучшее различие кулочек и кандрового психолога? Психолог про прошлое? Психолог, как бы говоря, тебя в проблемах. Коуч решает их. Коуч про будущее. Коуч работает с руководящим составом, с топ-менеджерским составом. Топ-менеджер не пойдет к кадру, к своему психологу. Вот я могу честно сказать, я бы никогда не пошла. Вот внутри компании работает психолог, и я буду, ну, во-первых, у нас есть некая стереотипность, и все-таки коуч – это больше на прям достижения. Это очень короткая психология, она работает очень долго. То есть чтобы тебе там проковырять твою проблему, ты можешь года два ходить регулярно, раз в неделю. Коуч со многими вещами справляется за одну сессию. Один час, ну, полтора потолок. Все. Психолог может у вас сделать стратегическую сессию? Это вообще не его отчина. Там нет проблемы. Сессия – это время, в которое вы работаете, ну, вот, как, например… А что на ней происходит? Сдаются вопросы. Да, и решается это. Приводится к определенным шагам. А коуч и прочих тренеров? Нет. Тренер – это тренер, коуч – это коуч. Это разные две вообще, две профессии. Ну, это может в одном человеке, безусловно, быть, если у него компетенция есть. У меня есть, я и тренер, я и коуч. Но это разные. Да? Да. Александр, вопросы? Наталья. Наталья. Наталья, спасибо большое. Я это на курсе говорю, поэтому я знаю это. Да, спасибо. Это законы менеджмента. Некоторые говорят, что если угарить, то все. Нет, нет. Я не согласна. Нет, да. Спасибо большое, да. Я всем желаю хорошего вечера. И приходите, увидимся. До свидания. Спасибо. Спасибо. Спасибо.